Именно самых талантливых якутиан узнали на днях в Санкт-Петербурге. В северной столице провели фестиваль талантов среди якутиан, проживающих в городе на Неве. Выступление участников оценила и наша съемочная группа. Дом молодежи «Атлант» гостеприимно открыл свои двери. Традиционный фестиваль-конкурс «Молодая осень» направлен прежде всего на раскрытие и поддержку новых талантов и развитие творческого потенциала личности. Всего участие принимает 15 талантливейших якутиан. И если зрители в зале с нетерпением ждали номер за номером, то за кулисами в это время царило легкое смятение и переживание. День назад с утра вообще не волновался, и сейчас у меня буквально три номера до моего выхода, и я очень волнуюсь. В 11 классе начал писать песни, и сегодня я выступлю со своей песней, которую я посвятил своей девушке. Главным организатором выступила Ассоциация молодежи Сайды. Заявки на участие принимались по трем направлениям. Это вокал, хореография и инструментальная музыка. Решать, кто же станет лучшим из лучших, выпало на плечи жюри. Среди экспертов были и звездные гости из Якутии. Петр Олесов и Дарья Лаврова. Судя по аплодисментам, уже там были определенные симпатии к участникам. Конечно, мы выбирали именно по нужным критериям, а не по аплодисментам зрителей. И этими нужными критериями оказались сложность репертуара, мастерство исполнения и красивая подача номера. После переговоров жюри вынесла свой вердикт. Первое место получила уроженка Верхневилюйска Наталья Сергеева. В номинации «Вокал» второе место заслуженно получила трио «Сахарга». Третье место жюри присудило Николаю Соловьеву. Также молодой певец, студент второго курса университета «Горный», удостоился приза зрительских симпатий. Большое спасибо. Номинацию «Лучшая инструментальная музыка» получил Саргылан Сафронов. А звание «Лучшая хореография» досталось танцевальной группе «Абытай Каргеттар» или в переводе «Жгучие девушки», которые действительно отожгли. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК «Саха», Санкт-Петербург.